Получить документы быстро и просто. В этом горожанам помогают уже известные все многофункциональные центры. На сегодняшний день они предлагают более 130 видов услуг. Для удобства граждан все они разделены на категории по жизненным ситуациям, будь то рождение ребенка или выход на пенсию. С июля перечень услуг пополнится. Юридические лица теперь могут оформить лицензию на розничную торговлю алкоголем, а также на заготовку и лон цветных металлов. Для малоимущих семей появилась возможность взять соответствующую справку для получения пособий и льгот. Чтобы учить эту справку, нужно минимум документов. Почему? Потому что у нас сейчас развита система документа оборота и система межведомственных запросов. Поэтому достаточно подойти заявителю и принести документ, удостоверяющий его личность. Со списком документов для получения той или иной услуги можно ознакомиться на сайте многофункционального центра или по телефону. Федор пришел подавать документы на ввод жилого дома в эксплуатацию. Посещает МФЦ нечасто, но каждый раз остается доволен обслуживанием. Если вернуться лет на 10 назад, каждое государственное учреждение – это очереди, это, соответственно, такая вот нечем дышать. А здесь электронная очередь, здесь спокойно, удобно. То есть, опять же, можно косо оплатить, можно записаться, можно в живую очередь. Поэтому все великолепно, все очень четко. Мне нравится. Поэтому наша страна, наш город прогрессирует. Очень приятно. Этот многофункциональный центр работает под федеральным брендом «Мои документы». В день обслуживают около 200 человек. Среди них сегодня Ирина. Она пришла оформить справку для детей на льготное питание в школе. Сделать это не так легко. Документов потребовалось немало. Свидетельство о рождении детей, справки о доходах мужа и меня потом. А если есть какие-то дополнительные, то есть у меня конкретно это получается пенсия на ребенка, потеря кормильца, потом снился всех детей. Также здесь необходимо заполнить заявление о персональных данных моей мужа. То есть обязательно лучше прийти вдвоем. Вот у нас получилось из-за того, что я прихожу сейчас второй раз. В принципе, в принципе, все. В планах центра не только сохранить качество обслуживания на прежнем уровне, но и начать сотрудничество с БТИ для предоставления более широкого спектра услуг, связанных с оформлением недвижимости. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.